Альбика Ильясова Израненная земля Донбасса в Псковской области открылась выставка художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова. Русский диктант. Около 20 стран приняли участие в международной образовательной акции. А теперь подробнее об этих и других новостях. Всемирный фестиваль молодежи – одно из главных событий года. Это подтверждают не только россияне, но и иностранцы из 180 стран мира. Сочи гостеприимно встретил молодых лидеров планеты – всего более 90 тысяч человек, объединив активистов и представителей бизнеса, образования, спорта, науки, международного сотрудничества, культуры и других сфер. Всего на участие в мероприятии было подано свыше 300 тысяч заявок из 188 стран. Видеоприветствие в адрес гостей и других участников фестиваля направил президент России Владимир Путин. Он отметил, что для молодежи нет границ разделительных линий, и именно ей предстоит созидать безопасный и справедливый мир. Почетным гостем Всемирного фестиваля молодежи стал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Чтобы мир узнал о том, что закончилась бесконечная сила зла. Что сила зла не определяет личную жизнь человека и человеческую историю. Что человеку дана свобода, и если человек живет с Богом, то его свобода становится непобедимой и несокрушимой. И он способен осуществлять ту высокую миссию, которую ему Господь призвал. В основную программу фестиваля вошли пять тематических блоков. Ответственность за судьбы мира, многонациональное единство, мир возможностей для каждого, сохраним семью во имя детей и мира, и мы вместе с Россией. Также в программу фестиваля вошли лекции, ледовое шоу, просветительский марафон российского общества знания, гастрономический фестиваль «Россия на вкус» и другие интересные мероприятия. Многие зарубежные участники признали, что прибытие в Сочи помогло им развеять стереотипы о России. Основной целью проведения фестиваля стало развитие международного молодежного сотрудничества. Его участники объединились ради решения социальных проблем и помощи друг другу в строительстве общего будущего на основе справедливого правопорядка. Эти вопросы не риторические. Они не так однозначны, как могут показаться с первого захода. Это разговор о той базовой системе координат, в которой существует наша страна сегодня. И не просто существует. Мыслит, действует, сражается и побеждает. Мы строим будущее нашей страны, которая выполняет сегодня особую судьбоносную миссию в глобальном мире. После окончания фестиваля иностранные делегации отправились в российские регионы, чтобы еще ближе познакомиться с нашей страной. Например, участники маршрута «Жить и работать в России» прилетели во Владивосток и на остров Русский. Санкт-Петербург принял более 500 зарубежных гостей, чтобы провести их по маршруту «Дорога памяти», посвященному 80-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Молодые лидеры также отправились в Казань, Смоленск, Калининград, Махачкалу и другие города России, включая новые регионы. В Псковской области в музее-заповеднике Изборск открылась выставка живописи «Израненная земля Донбасса». Художники Алексей Крюков и Максим Фаюстов представили вниманию зрителей более 30 авторских работ. Именно с этой экспозиции началась годовая программа 15-го Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь». Добро пожаловать в деревню Изборск, в дом купца Анисимова. Именно здесь открылась выставка «Израненная земля Донбасса» художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова. Вход на экспозицию свободный, а посетить ее можно до конца года. Эта выставка как никогда лучше рассказывает о том, что Россия сильна воинами, которые стоят на ее защите. Как это было во времена Александра Невского, как это было во времена Великой Отечественной войны и защитников нашей Родины во Вторую мировую войну. Это событие открыло серию выставок не только в Псковской области, но и в Ярославской, а также в Москве и Севастополе. Все они будут доступны к просмотру до ноября этого года. Кроме того, в усадьбе Анисимова работает мультимедийный просвидительский выставочный проект «Донбасс. Россия. История и современность», предоставленный Государственным центральным музеем современной истории России. Этот проект, он сейчас особенно важен для каждого из нас. И, конечно, то, что делает культурный фронт, то, что делают наши художники, наши поэты, писатели, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, это, конечно, очень важно сейчас и для поддержки наших ребят, которые сейчас на линии фронта, и для нас с вами. Авторы выставки – выпускники Академии живописи, вояния и зодчества имени Глазунова Алексей Крюков и Максим Фаюстов. Главной темой своего творчества они избрали героические будни защитников Донбасса – быт и жизнь простых людей этой земли. Художники ездят на места боевых действий специальной военной операции, пишут портреты воинов-защитников Донбасса, собирают материал для создания больших жанровых композиций. Алексей Крюков посещает Донбасс с 2015 года. Он видел происходящее своими глазами, общался с мирными жителями и ополченцами. Это во многом символично, то, что мы проводим именно на Псковской земле, эту выставку и в рамках фестиваля «Золотой Витязь». Это близко, как оказалось, каждому из нас. То, что вот эти работы, в них заложена вот так крупица русского начала, патриотического начала, сопереживания, сострадания. И это возвращает людей переосмыслить наши ценности. Максим Фаюстов представил серию портретов ополченцев. Бойцы, которых он изобразил в окопах, блиндажах и с оружием в руках, это герои полной решимости до конца отстаивать свои семьи, идеалы и свою родину. Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». Накануне в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Добролюбова прошла седьмая международная образовательная акция «Русский диктант». Участие в ней приняли как представители разных городов России, так и 20 стран мира. Среди них Мексика, Вьетнам, Куба и Приднестровье. Акция направлена на привлечение внимания к русскому языку, письменной речевой культуре и образцовым текстам классической литературы. В этом году мероприятие проходило в рамках юбилейных пушкинских дней в университете. Поэтому текст диктанта был взят из произведения Александра Пушкина как дань памяти великому писателю, сотворившему чудо. Ведь он создал язык, который и сегодня мы называем современным русским литературным языком. Результаты диктанта будут размещены на сайте университета с комментариями профессора научно-исследовательской лаборатории «Перспективные исследования русского языка в современном мире». В Берлине в стенах русского дома состоялась европейская премьера документального фильма «Огонь» режиссера Анны Яновской. Кинолента рассказывает о путешествии благодатного огня от храма гроба Господня в Иерусалиме до самого центра тайги. Подробнее в материале моей коллеги Анастасии Голдабиной. Документальный фильм «Огонь» — это история путешествия благодатного огня от храма гроба Господня в Иерусалиме до маленьких деревянных часовен в далеких якутских деревнях. Режиссер Анна Яновская рассказала посетителям русского дома о героях своего документального фильма и мистических обстоятельствах, сопровождавших съемочную группу в процессе создания картины. Хорошо, что здесь, в «Русском доме», в Берлине, сегодня премьера нашего фильма «Огонь». Потому что для меня это знаковая история. Я была здесь, в «Русском доме», когда другой мой фильм участвовал в Берлинском кинофестивале, там, где я снималась. Поэтому я сегодня здесь очень рада находиться. Это, в общем-то, у нас такая европейская премьера, можно сказать. После просмотра у зрителей была возможность поделиться впечатлениями с автором проекта и задать свои вопросы о создании кино и секретах кинопроизводства. «Край земли» — так называют республику Саха и Якутия. Помимо уникальной природы и климата, здесь удивительное сочетание православия и язычества, описанное еще святителем Иннокентием Вильяминовым. Архиепископ Камчатский стал одним из исторических персонажей этого фильма. Святитель Иннокентий — это такая очень знаковая фигура для Якутии, ну и вообще для России. Вот я там рассказывала и в якутской епархии, что вот я хочу там снять фильм. Первое, о ком говорят, всегда говорят о святителе Иннокентии. Он очень много сделал для Якутии, для миссионерских у него огромное было количество поездок, тогда не было транспорта, как он добирался, там по два, по три месяца до отдаленных якутских поселений и обращал якутов православную веру, перевел молитвы, молитвы на якутский язык. Главный герой картины — Сергей Немировский. Именно он через три реки, вдоль сурового Алдана, вглубь тайги и до Хабаровского края, на самолетах, паромах, катерах, на вертолете и на лодке, везет благодатный огонь через всю страну в храмы, который построил сам. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране и городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания!